Супруга армянского премьера всерьез взялась за обучение женщин военному делу. Инициатива противоречивая, с учетом того, что ранее Анна Акопян призывала к миру в рамках проекта «Женщины во имя мира». По мнению азербайджанского политолога Гюльнары Мамедзаде, действия Акопян еще раз показали. Ереван ведет имитационную политику в отношении мирного решения конфликта с Азербайджаном. Тем самым становится ясно, Армения изначально преследовала цель подвести регион к большой войне. Сегодня Анна Акопян фактически возглавляет организацию «Женщины во имя войны». И тот факт, что сейчас Анна Акопян пытается набирать молодых девушек для того, чтобы они участвовали в оккупационных действиях на территории Азербайджана и погибали за позорную славу армянского государства, это показывает, что даже среди мужчин не так много желающих принимать участие и гибнуть на этой войне. Российский политолог Дарья Гривцова называет действия Анны Акопян не более чем очередным пиаром. Тем самым супруга армянского премьера пытается исправить пошатнувшийся имидж властей республики. Армения всегда занимала воинствующую позицию. И несмотря на то, что жена символизирует себя как миролюбивая женщина, это противоречит вообще концепции миролюбия, призывать женщин идти с оружием в руках, учиться воевать. И безусловно, здесь также являются такие действия незаконными, поскольку они проходят на оккупированных азербайджанских территориях. Учение для женщин Анна Акопян планирует провести при содействии Минобороны Армении. Все условия на сборах будут максимально приближенными к армейским. А по завершении курсов участниц ждет зачет. Все желающие смогут перейти на воинскую службу. Очевидно, что определенные внешние силы поддерживают Армению, потому что армянская сторона нацелена легализовать факты оккупации чужих территорий, а также имеет намерения относительно территории других государств, в частности Турции. И я не удивлюсь, если прошло некоторое количество лет, армянская сторона будет претендовать и на часть территорий России и Грузии. Анне Акопян в первую очередь следовало бы помнить, что она женщина и мать. Хотя, с другой стороны, Нагорно-Карабахский конфликт не касается напрямую ее семьи и близких. И, казалось бы, беспокоиться ей о возобновлении войны незачем. Да, не так давно сын Акопян вернулся из оккупированного Карабаха, куда якобы отправился на добровольную службу. Но и тут противоречие. Армянские СМИ сообщали, Ашот Пашинян не раз был замечен в ночных клубах Еревана. В ответ на это в Минобороны Армении заявили об очередном отпуске сына премьер-министра. В эту сказку армянское общество не поверило. Реалии таковы. Никол Пашинян пытается заработать на Карабахской проблеме. Судьба населения Армении его мало волнует. Михребан Косумова, CBC.